До премьеры остаются считанные минуты, и артисты старшей возрастной группы театральной студии «Волшебная страна» уже в костюмах и гриме готовятся к выходу на сцену. Преодолеть волнение и справиться с бьющими через край эмоциями непросто, но, кажется, у них это всё-таки получается. И вот, наконец, занавес открывается. И что-то в дочь разнесётся. Мы вам расскажем всё, что знаем, и не томить вас больше, что представление начинаем. Мы начинаем алик-то. К долгожданному представлению ребята готовились целый год. За их плечами многочисленные репетиции, кропотливая работа над образом и не менее усердная над собой. Всё, как у профессиональных артистов. По признанию руководителя студии Анны Асташкиной, выбранный материал достаточно сложный и требует немало усилий. Сказка — это только кажется, что очень простой жанр. На самом деле, играть в сказки, это даже профессиональные актёры могут подтвердить, гораздо сложнее, чем всё остальное, потому что детей невозможно обмануть. Анастасия Гадалова, исполнительница центрального образа фунтика, впервые доверили главную роль. Она подошла к ней со всей ответственностью, стараясь не подвести труппу. Мы учили текст, мы пытались взаимодействовать между собой, мы искали отношения, которые нужны для героев, так и для настоящих людей. Мы уже всё отрепетировали, мы уже установили чёткие взаимоотношения и всё умеем. Кирилл Уданов, к слову, единственный представитель мужского пола в студии, также кропотливо работал над ролью. Для него это своего рода преодоление, возможность повороть собственное волнение. Изначально боишься, что забудешь текст или что-нибудь ещё случится, но потом это всё прошло. Всего в коллективе 18 человек, многие из них занимаются годами. И пусть ребята не станут в будущем профессиональными артистами, но учёба в театральной студии – это не только весёлое времяпрепровождение, но и бесценный опыт. Те знания, те умения и навыки, которые они получают, они им просто очень пригодятся в жизни. Потому что мы занимаемся речью, мы занимаемся общением, чтобы они не боялись выйти на аудиторию, чтобы они не боялись ни с кем общаться, чтобы они могли разговаривать друг с другом, слышать, видеть. 50 минут премьерного спектакля пролетели как один миг и принесли зрителям немало захватывающих и весёлых моментов. И дети, и взрослые с замиранием сердца следили за судьбами Фунтика и других персонажей спектакля. Очень позитивный такой настрой появляется. Хочется петь, танцевать и подражать ребятам. Больше всего мне понравилось то, что они не особо умеют петь, но при этом они поют. Это классно. Не бояться выражать себя. Мне очень понравился, очень захватывающий спектакль, очень весёлый. Мне кажется, дети справились со своими ролями. Я считаю, что они очень нужны, они развивают фантазию, развивают мышление. Они притягивают и действительно дети тянутся и сами хотят заниматься этим. И они понимают, творческое мышление развивается у них. И им действительно нравится и весело. В ближайшие дни на сцене Дроздова состоится ещё одно радостное событие. Премьерный показ спектакля младшей возрастной группы театральной студии «Волшебная страна». Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская. Видное ТВ.